Всем привет, мои дорогие друзья! Я вернулась, ура! Если, конечно, кто-то заметил моё отсутствие. Ну да, тут пару недель я не снимала, отдыхала. Устала, не знаю чего. Ну, в общем, устала, немножко решила отдохнуть. Ладно, неважно. Ну что, друзья мои, у нас сегодня с вами новый выпуск Выживания! Ура! Вы говорите, я слышу, вы, да. Пристегнитесь и держитесь покрепче, потому что будем снимать с вами Выживание на 500 рублей. Две недели. Вот у меня есть тут такая чудная купюрка. 500 рублей. Две недели, ну, вернее, 14 дней. Не знаю, на 15-то и хватит мне или нет, но, в общем, 14 дней я буду жить ни в чём себе, как всегда, не отказывая. Ну, Вы в курсе, да. Я буду на эти деньги завтракать, обедать и ужинать в течение 14 дней каждый день. Да, каждый день. Не пропуская ни одного дня. Одна. Эксперимент только на меня одну. Ребята, ещё раз повторюсь, я одна питаюсь и ем на эти деньги. Но хочу сказать, что для девочки это как бы не особо сложно. Можно потуже завязать пояса и нормально так питаться. Единственное, что я не буду покупать молочку. Творог, первое, мне, конечно же, на это не хватит денег. И второе, я это не ем, не люблю, не употребляю. Сразу говорю, ни молочку, ни творог не люблю. Поэтому, единственное, что творог могу съесть в сырниках и запеканках, но это сейчас не об этом речь. Поэтому я это покупать не буду. Мне это неинтересно. Всё, друзья мои, я хватаю 500 рублей. Не забывайте подписаться, поставить лайк. А я погнала в Европу делать закупку. Сегодня у нас с вами только закупка. Остальные дни выживания. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить. Всё. В карман, в надёжное место и поконим. Ну что ж, берём телегу. Сегодня нам есть где разгуляться. Всё, целую телегу ещё наберём. Ну и первое, с чего начнём, это, конечно же, купим яйца. 45 рублей стоит категория 2. Ну, возьмём, потому что на категорию 1 она ровно на десятку дороже. Вот сколько. Ну, самый дешёвый 59, 60 рублей. Даже на 15 рублей. Нет, это нам не по карману. Поэтому это мой случай сегодня. Решила себе не отказывать. И взять ещё вот такой маргарин. 17 рублей он стоит. Вот ценник на него. Подороже есть за 18. Но я особой разницы не вижу. Что тут один за тот же... Ой, он стар. Как мамонт уже. 30 июля. У меня посвежее. Вот август. Сейчас мы выберем свежачёк. Опять июль. Нет, тогда августовский возьму. И всё. Нормально будет. Ну что, пришла я в отдел с овощами. Давайте глянем на цены. Лук у нас 20 рублей. Картофель 18. Капуста, конечно. А, это краснокочанная. А такая 16. Морковь 17. Ой, морковь 20. Хотела сказать 17. В общем, я возьму лука, конечно же. Без лука я себе не представляю. Ни одну свою трапезу. Обожаю лук во всех его проявлениях. Не знаю, что у меня такая к нему любовь. Но, в общем, бывает. Вот сколько лука я возьму. 6 луковиц. Ну, где-то килограмм, наверное, тут и будет. Сейчас наберём, а потом пойдём взвесим, чтобы сто раз не мотаться. Вообще, мне нужна капуста. Ох, тут и листочки прекрасные валяются ободранные. Но нет, я возьму качанчик небольшой. Небольшой, тут бы найти небольшой. Тут, конечно, куда нафиг такие качаны. Выросло же. Вот, самый маленький нашли. Вот такой качанчик. Следующая картофель. Он, конечно, тут уже весь печальный. Но хоть какой-нибудь. Другого тут нету. Ну и последнее. Это морковка. Морковка хоть хорошая. Не слишком грязная. Не слишком чистая. В общем, вот эта большая. Мне понравилась. Возьму где-то штучки три вот таких. Но особо куда её использовать. Даже я не знаю. Можно, в принципе, морковных котлет наделать. Вот, три штучки морковки. Чуть не забыли про свёклу. 20 рублей она стоит. Вот. Сейчас возьмём пару штучек. И раз. Что-нибудь наделаем с неё тоже. И два. Ну как это? Сезон на овощи пропустить. Всё, пойдёмте взвешивать. Я не помню, конечно, клавиши какие будут. Всё тут много. Так, свёкла. На 14 рублей 70 копеек вышла. Капуста. На 25. Картоха. На 23.67. Морковка. На 9.64. Так. Лук на 13.55. Кабачки сегодня 46 рублей. Я вот один взяла кабачок небольшой. Вот такой. Сейчас взвешу, насколько он вытянет. Так. На 11.59. Ну что, в принципе, возьмут. Что-нибудь приготовим. Надо же разнообразить наше меню. Да. Что у нас с фруктами? Потому что я их брать не буду. У нас самые дешёвые яблоки. Вот 50 рублей. Российские. То по акции. Так они 70 стоят. Но у меня там с Атридом сдавал. Я схожу их бесплатно. Нарву. И бананы. Самые дешёвые. 70 рублей. Ну они вообще печальные. За такие деньги я их даже брать не хочу. То же самое. Ну что ж. Доковаляла я до отдела с мясом. Вернее, до такого отдела. Сейчас пойдём посмотрим, что тут на разве. Значит, смотрите. Прикол, кстати. Вот такое филе на подложке стоит намного дороже, чем на разве. Хотя просто его положили на подложку и упаковали. Стоит оно 240 рублей. А на разве он будет рублей 200 стоить. Сейчас глянем. Так. Ну мне оно не нужно. Это дорого. Мне что-нибудь подешевле бы. Попроще. Так. Ну вот я и говорю. 200 рублей она стоит. Так. 200. Голень 170. Окорочок 150. Я возьму окорочок 150. Вот, ёбра сытой. 130 рублей окорочка. Беру. Даже не задумываясь. Ничего себе. Удача. Ну что ж. Взяла я два окорочка на 86,57. Они вышли по 130 рублей килограмм. Это очень низко. Это вообще супер. Мне сегодня повезло. Ахаха. На самый дешёвый 180 рублей. Куриный особый охлаждённый. Вот, куриный особый охлаждённый. Я и возьму. Что делать-то? Девушка, фарш можно? Куриный особый. Полкилограммчика. Фарш у меня вытянут на 98 рублей. В общем, практически на 100 рублей. Хочу ещё взять масло растительное. Потому что без него никуда всё-таки без жарки не обойдёшься. Самая маленькая. 59 рублей у нас. И пойдём за крупами теперь. А что, придётся раскошелиться на 60 рубликов-то. Я возьму немного макарон на развес. 35 рублей они стоят. Мне почти килограмм не нужен. Зачем он мне? Вот такие маленькие тут перья. Серпантин. Ой, ну что ты тут как пьяный. Честное слово. Вот солечка. Пару ростков поесть и хватит. Как повезло, что рис сегодня дешёвый. 50 рублей. Ёлы-палы. Хоть не 70. А то, что он обычно тут... Мама не горюй стоит. Значит, я возьму риску. Он такой хороший, чистый. Без всякой ерунды тут. Без палок, без ошмёток. Прям шикарно. Хоть роллы заворачивай. Солечка риса. И мука у нас стоит 30 рублей. Я себе вот уже сколько отсыпала муки. Тут я её еле достала. Вот это всё сахар. На самом деле лежит два пакета муки. Я тут, в общем, еле раздобыла её. Пришлось постараться. Но зато у нас сахар стоит 43 рубля. А гречка 70. Вот гречку я не буду пока брать. Если что, придавать му. Всё, муки хватит. Сейчас всё взвешиваю. Мука теперь на 22 рубля вышла. Почти кило её взяла. Рис на 15 рублей вышел. Ну и, конечно же, пёрышки на 6,26. Дешевле всего макароны есть. Но без чая нынче никуда. Конечно же, я возьму чай. Сейчас пойдём найдём самый дешёвый европовский. Печенье ни сладости не будем брать. Зачем они нам? Нужно только деньги тратить. В общем, самый дешёвый чай. Тут нет самого дешёвого чая, ребята. Да уж. Прикольно. Это самый дешёвый. Вон Липтон 50 рублей. А где европовский бренд? У меня же должен быть чай самый дешёвый. Это Европа. Ой-ёй-ёй, как тяжко. Вот 40 рублей. Нет, 40 рублей мне жалко отдавать за чай. Рублей 20. Что, придётся идти мне в другой магазин за чаем. Ну что, я тогда тут всё взяла. Самое главное, я хотела взять фарш, курицу, муку на развес и овощи. Потому что тут они у нас дешевле всего в Европе. Вот теперь я пойду сейчас на кассу. Ну, где-то в районе 400 рублей я потратила. У меня осталось, наверное, рублей 100. Ну что, встретимся теперь на кассе. Поехали. Ну что, начинаем. Буду самообслуживаться. Ну что, вышло мне на 449 рублей. Практически уложилось. Единственное, что вот чай я не купила. Так что всё, оплачиваю. Укажите количество. Выберите. Ну что ж, давайте теперь глянем, что я тут приобрела. Всё вернулась я из магазина. Всё разложила. Смотрим. Для тех, кто, может быть, закупку промотал. Хотя это видео, посвящённое всё закупке. Значит, кабачок на 11,59. Капуста на 25 рублей. Тут у нас 1,566. Яйца 45 рублей. Лук 13,55. 2 свёкла на 14 рублей. Немного риса на 15. Дальше. Немного макарон на 6 рублей. В общем, да, ребят, делаем выводы. Макароны дешевле всех есть. Так, следующая у нас картошка на 23 рубля. Фарш охлаждённый на 98 рубликов. Вытянул-то. Так, сливочный маргарин. Сколько он? 17 рублей стоил. Дальше. Мука. 22 рубля. Так, значит, морковка. 9,64. И мясо. Это 2 окорочка. 2. Я их просто заморозила. На ночь сегодня бросала. Чтобы они не пропали. Что-то я волнуюсь. Мне кажется, они не слишком свежие были. Всё. Я их разморожу. И завтра буду на обед себе суп варить. Просто сейчас выложила вам показать. Так, что... Какие дела? У меня осталось 50 рублей. Вот он чек. Давайте посмотрим, что у меня тут. Всё у нас тут с вами по-честному. Все продукты в чеке. 449 рублей. Значит, я единственное, что забыла, кстати, купить хлеб. Либо я не купила хлеб, а мне он нужен. Ну, либо тон, что-нибудь. И чай. Чая не было. Тогда я сегодня зайду либо в фикс прайс, либо в пятёрку, либо в магнит. Посмотрим. И на 50 рублей дотарюсь. Куплю хлеба и чай. Ну, дешёвая моя цена. Наверное, чай куплю за 10 рублей. Сколько он у них там стоит. В общем, а чек у меня вышел на 449 рублей. Даже 51 рубль у меня ещё. Так, сахарок я не покупала. Потому что у меня есть целый пакет сахара. Мне больше не надо. Чай я пью без сахара. Как бы... Зачем он мне? Для выпечки вот там буду вафли завтра на завтрак делать. Тогда буду использовать сахар. А так мне он в основном-то и не нужен. Поэтому не стала на него раскошеливаться. Сколько у меня вот есть? Где-то пакетов 20. Достаточно будет на 2 недели. Всё, друзья, моя закупка у нас с вами сделана. Все деньги потрачены. Ну, и практически все. Ну, и завтра мы начнём. Так как сегодня уже практически вечер. Я весь день прогуляла. Да, закупалась целый день в Европе. Поэтому начнём завтра уже с завтрака. Завтра с завтрака и начнём. Завтра с завтрак, завтра с завтрак. И будем начинать. Всё, друзья мои. Всем пока. До скорых встреч. Отличного настроения. И увидимся с вами скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok